Сегодня мы вспомним самые яркие приключения 2015 года и побываем в самых разных точках нашей планеты с тест-пилотами и журналистами автопанорамы. Для начала Беловежская пуща. Туда в ноябре на фотоохоту на Зубров мы отправились на кроссовере LeFan X60. Для автомобильного журналиста путешествия и приключения Беловежской пущи, конечно, в первую очередь автомобиль. И вот эти узенькие дороги, на которых мы сейчас, которые прямые как стрелы, прямо по Беловежской пущи, вокруг стена деревьев и периодически, кстати, на дорожке мы видим то зайчика, то еще что-то пробежало. Ощущения просто непередавания. И сразу мы погружаемся в сказку. Огромные вековые деревья, дубы-великаны, резиденция Деда Мороза. Мы все дети, об этом нам напомнил наш белорусский дедушка. И уже поселил в сердца новогоднее настроение. Я скажу! Наши приключения продолжились с утра. Ни свет ни заря мы отправились на поиски стада диких, самых настоящих беловежских зубров. Снова прямые как стрелы дороги. И вот на очередном Пущанском лугу нам улыбается удача. Сразу два стада. Буквально в сотни метров от нас большое стадо взрослых зубров, которые через несколько минут прячутся в Пущу. И второе стадо с годовалыми зубрятами и молодняком. Мы рассматриваем зубров. Они нас. А теперь октябрь. Приключения на премьерных тестах нового поколения Opel Astra. Маршрут Вена-Братислава. В самом популярном и самом массовом классе в Европе пополнение. Сегодня в автомобильном мире знаменательное событие. Ведь именно сегодняшний день можно по праву считать днем рождения нового Opel Astra. Это не просто рестайлинг, это не просто фейслифтинг. Это принципиально новая модель. Скучать за рулем дорога не позволяла. Узкая бетонка словно карусель в детстве. То резко уходила в гору, то скатывалась резко вниз. При этом виляя и петляя. Самое время остановиться и оценить экстерьер нового поколения. Смотрится Astra действительно здорово. Новые линии кузова придают ей не только дерзкий внешний вид, но и существенно улучшают ее аэродинамику. А светодиодная головная оптика вкупе с задними L-образными фарами просто приковывают взгляд. Когда новый Astra находился еще только в стадии разработки, инженеры Opel решили, что они будут действовать не так, как всегда. А именно, они не будут устранять минусы и дорабатывать плюсы предыдущего поколения. Они решили новый автомобиль создать полностью с нуля. Резкие подъемы и остроугольные повороты с вылетающими из-за углов машинами выглядели устрашающе. Самое время испытать интеллектуальную систему освещения. И снова путешествие. Лето, Голландия. По узким дорожкам и разводным мостам на двух педалях тормоз и газ. Автопанорама испытывает новые коробки передач. Роботизированный EZ-R и обновленный классический автомат на Renault Stepway. Так вот, почему именно в Голландии? Не потому, что здесь так ветрено. Не потому, что здесь сплошные каналы, маленькие полуторные дорожки, где можно ощутить работу и роботизированный автомат, и классического автомата. А потому, что Голландия – это страна двух колес. Да-да, страна велосипедов. Нас ждет впереди экскурсия на велосипеде по Амстердаму. А пока на двух педалях, то есть на педали тормоза и газа, мы проверяем, как поведут себя роботизированный автомат и классический автомат на дороге Голландии. И снова путешествие. Лето – Голландия. По узким дорожкам и разводным мостам на двух педалях – тормоз и газ. Автопанорама испытывает новые коробки передач, роботизированный EZ-R и обновленный классический автомат на Renault Stepway. Несколько дней мы мучили коробки передач, чтобы узнать ответ на вопрос, зачем конструкторы Renault решили устанавливать сразу два варианта коробок передач, которые упрощают жизнь водителя? Во-первых, статистика неумолима. Во всех странах, в том числе и в России, и в Беларуси, все больше машин с автоматическими коробками. Во-вторых, все больше водителей и женщин, для которых переключение механики – ребус, который сложно решать каждый день. В-третьих, ну да, пробки. Даже в Минске по утрам в будние дни, но особенно в пятницу вечером, ты понимаешь, дергать мешалку механики утомляет. Поэтому закончилось наше голландское приключение в Амстердаме на велосипеде. И снова путешествие во времени и пространстве. Август. Леса и болото Минской области. Автопанорама на возрожденном в 2015 году внедорожном Трофи Ликва. После четырехлетнего перерыва Трофи Ликва 2015 снова рада приветствовать своих участников. Команды представлены и из Беларуси, и из России. Сегодня Автопанорама понаблюдает за этим процессом. И полной мере постараемся показать, как же происходит это внедорожное шоу. Поехали! Три дня самых невероятных приключений запомнятся журналистам Автопанорамы и всем участникам этого внедорожного Трофи. Ночное ориентирование, прохождение многочисленных бродов, поломки авто и взаимопомощь экипажей. Мы очень надеемся, что Ликва обязательно состоится и в новом, в 2016 году. В основном на ночной дисциплине не было засад, как таковых, внедорожных. Это было скорее ориентирование. И вот здесь вот открывается пробел в взаимоотношениях пилота и штурма. После знакомства с обновленным Дастером летом в горах Румынии в декабре команда Автопанорама отправилась за Полярный круг в необычное экстремальное приключение Дастер Челлендж. Многокилометровые заснеженные дороги, Белое море, купание с белухами и даже вот такой необычный гусеничный монстр. Впечатлений хоть отбавляй. Здесь минус 15-20 градусов мороза, кое-где намело вот такие вот большие сугробы. Естественно, люди и техника должны быть подготовлены. Нам, например, выдали вот такие теплые куртки. Дастеры тоже немножко, скажем так, подготовили. То есть здесь, кроме полного привода, стоит хорошая зимняя шипованная резина. Кроме того, дизельные версии имеют подогрев топлива и всех жидкостей необходимых. Ну и, как вы видите, на все Дастеры установили вот такие вот лампы мощные, которые в народе называются люстры, для того, чтобы на бездорожье было максимально видно. Но, учитывая то, что здесь в это время года светло только часов с 11 до 2 дня, то вот такие лампы здесь абсолютно незаменимы. Кроме того, на все Дастеры установили новшество – пакет «Протекшн», который состоит из дополнительной сетки, защищающей радиатор, защиты задних колесных арок, накладок на пороге и металлической защиты редуктора и бензобанка. Все это нам очень пригодилось чуть позже на бездорожье. Быстро летят километры по довольно ровным и чищенным северным дорогам. Не меняется лишь пейзаж за окном. Морозно, безлюдно и местами невероятно красиво. В голове только один вопрос – как здесь можно жить? И это при том, что сейчас, как говорят местные жители, осень затянулась. Настоящая зима с температурой под минус 40 и огромными сугробами еще впереди. В этих краях настолько суровая природа, что человек, конечно, пытался бороться с ней, как вы видите, довольно уникальными средствами, то есть мотоцикл на каких-то немыслимых абсолютно колесах. Но, глядя на эту окружающую картину, я так понимаю, что в какой-то период времени природа все-таки победила. Фото и видеоотчеты со всех наших приключений и тестов можно найти на сайте программы www.ap.by. Найдите наши страницы «Команда Автопанорама» в соцсетях и YouTube. Подпишитесь и следите за прямыми репортажами со всех самых необычных и невероятных событий в автомобильном мире. Субтитры создавал DimaTorzok